Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах. Сегодня будем говорить о гениях и о том, как воспитать в нашей стране новое поколение. Давайте начнём с пророчества. Я вам сейчас зачитаю эту цитату для того, чтобы вы поняли, для чего мы это говорим. Для того, что впереди у нас, после того, когда мы в конце концов образуемся и установим мир, впереди очень большая ответственная жизнь, потому что нам необходимо построить Царствие Божие на земле. И я вам очень много рассказывала уже про то, как нужно будет это сделать, опираясь на богодуховенные тексты. И поскольку все богодуховенные тексты говорят о том, что родители должны заботиться о детях в первую очередь и развивать их творческие способности, то мы сегодня поговорим об этом, потому что любая Личность, которая приходит на эту землю, она приходит для чего-либо с определённой миссией. И когда эта миссия с детства определена, то человек чётко шагает по своему пути. Ему не нужно межеваться и искать какое-то другое направление. Но, к сожалению, наши дети очень редко имеют эту цель. И в этом виноваты родители. И давайте прочитаю вам пророчество. Итак, «Мадонна, взяв бразды правления, войдёт в сердца тартарцев, окружив любовью свои владения, и расцветут искусства и науки и парадит. Мадонна – гениев великих». Вот для того, чтобы породить гениев, нужно, наверное, самому быть немножечко гением. Согласитесь, если мы возьмём XIX-XVIII век, то гениев было достаточно много. И люди стремились воспитывать гениальность. Как правило, это были выходцы из высших слоёв общества. И заметьте, ими занимались педагоги индивидуально. Детей развивали во всех направлениях. Но были самородки из народа. И это замечательно. И им помогали, помогали реализовывать себя. Вот что очень важно. На сегодняшний момент вот этот наш коммерческий подход в области культуры, вот эти вот коммерческие конкурсы во всех направлениях, они настолько задавили гения в детях, что, в принципе, говорить о расцвете культуры на помостках нашей страны достаточно сложно. Потому что нет гениев среди педагогов, которые воспитывают эти творческие натуры. Почему я с такой уверенностью говорю? Потому что для того, чтобы, в принципе, рассуждать на эту тему, нужно воспитать хотя бы одного гения. Я вам хочу сказать, что у меня их четверо. Я говорю это для того, чтобы вы обратили своё сердце к детям. Ибо в последние времена придёт Илья, пророк, который обратит сердце отцов к детям. Мои дорогие, пора. Наши дети рождаются гением. Тем более, вот это вот поколение, это поколение детей Индика. И если вы вспомните замечательную передачу с Галкиным, где наши малыши показывали свои уникальные способности, то все однозначно скажете, да, среди наших детей очень много талантов. Но я вам хочу сказать, что самая главная наша проблема в системе образования. Даже зная о том, что у ребёнка есть талант, родителям очень сложно этого ребёнка воспитать в той системе, которая есть. Давайте начнём с того, что общеобразовательная система, она убивает гения. Вот эта вот перегрузка и ненужные предметы, вот эта вот непродуманность общеобразовательного учебно-воспитательного процесса, наличие большого количества программ, разнообразие учебников, их отвратительная базовая основа, это всё вот в совокупности привело к тому, что гении заглушаются вот этой вот рутиной ненужной информации. У детей мозг не настроен в этом возрасте принимать такие объёмы. Поверьте, они не просто спят на уроках, возникают процессы торможения в головном мозге. Что касается дополнительного образования. Дополнительное образование, оно не даёт эффекта, потому что нет связи, во-первых, с общеобразовательной школой, и нет заинтересованности педагогов найти самородков, а должна быть взаимосвязь. И педагоги из музыкальной школы, из художественной школы должны приходить в общеобразовательные школы, вести уроки и находить этих уникальных детей. помимо этого, у нас должны быть не просто школы дополнительного образования, у нас должны быть специализированные школы искусств, где с детства мы будем готовить профессионалов нашей культуры. А нам нужны, извините, музыканты, художники, певцы, танцоры. И заметьте, еще один очень интересный профиль уместленники. Потому что это часть нашей национальной культуры. так вот те дети, которые действительно показывают свои уникальные способности в детском возрасте, а эти способности возникают очень рано, потому что моя певица запела в пеленках, и я не иронизирую, а ребенок, который стал поэтом, первую свою елку провел в 6 лет. И для того, чтобы выучить сценарий, ей понадобился вечер. У детей замечательный потенциал, и этот потенциал нужно задействовать уже на той поре, когда он начинает проявляться. То есть, если воспитатель в детском саду, как это было у нас, заметил то, что ребенок очень хорошо поет, у него отличное интонирование, он не фальшивит, то родители должны понять, что всё, его миссия определена, нужно работать в этом направлении. Но как часто занимаясь собой, мы этим не занимаемся и игнорируем то, о чём нам говорят педагоги. Но это ведь очень важно. и мне бы хотелось, чтобы у нас появились специализированные школы и колледжи, которые обучают детей Индиго. Причём не платные, не на коммерческой основе, а на гособеспечении. Да, мои дорогие, потому что очень много талантливых детей на периферии. Детей, которые появились в многодетных семьях, детей, которые растут в детских домах, детей, которые живут в семьях с малым достатком. Их нужно обучать, поить, кормить, обувать, одевать для того, чтобы наша культура стала достойной. Основное требование к образовательному процессу в таких учреждениях это специальная программа обучения. Параллельно дети должны изучать не только специальные предметы, касающиеся их творчества, но и общеобразовательные предметы. Но совершенно по другой программе. Поверьте, если бы Моцарт занимался в том объеме, как занимаются наши дети физикой, математикой и прочими предметами, он бы никогда не стал сочинять музыку. У него бы не хватило на это сил. Для того, чтобы мой музыкальный ребенок развивался, мне приходилось брать часть предметов на себя. И я понимала, что это совершенно ненужная программа, которая висит тяжелым грузом. Так вот, представьте себе, я перерешала столько задач по генетике, по ядерной физике, написала столько ненужных докладов и сочинений, которые, поверьте, не дали бы никакой пользы моему ребенку, что на сегодня я хочу сказать, если вы хотите гениев, то вытащите их из общеобразовательных школ. поменяйте им программу, поменяйте им учебники и пусть они с детства занимаются тем, чем они должны заниматься. Да, всем нужна безусловно биология, всем нужен русский язык, нужен, конечно же, минимум математики, может быть, какие-то еще предметы, которые во внимание возьмут специалисты, но понятно, что художникам необходимы знания по химии, по биологии, знания по биологии нужны певцу, музыканту, танцору, конечно же, необходимы языки для тех, кто поет, и безусловно нужны в совокупности многие знания тем людям, которые занимаются ремеслом. ремесленники и это очень немаловажно, потому что ремесленники – это основа уже не просто нашей культуры, хотя это часть национальной культуры. Это уже основа нашей промышленной базы. Нам нужна красивая качественная одежда, нам нужна красивая посуда, красивая мебель, нам нужны красивые ткани, нам нужны красивые предметы дизайна, декора. а где это взять? Поверьте, то, что делает Китай и то, что мы привозим из-за рубежа, это настолько хуже, нежели будет в будущем в нашем исполнении, в нашем русском художественном исполнении. Вот это вот мои пожелания относительно воспитания гениев. Я думаю, что идеи будут еще, и они есть в моей голове. В частности, пора поговорить о музыкальном образовании ибо мне стыдно за наших педагогов и за тех людей, которые стоят на сцене. Нужно говорить, и я вас прошу, дорогие женщины, те, кто на сегодняшний момент говорят о золотом веке, рассуждайте на эту тематику. Чем больше мы запрограммируем хорошего в нашем будущем, тем быстрее закончатся все катаклизмы, которые нас окружают, тем быстрее наши мужчины у власти задумаются о том, что занимаются не совсем в том направлении и не тем. Безусловно, нельзя критиковать ситуацию, сегодняшнюю власть, но главное это дети. Их будущее, их настоящее, конечно конечно же их безопасность, чего на сегодня мы не обеспечили на сто процентов. Извините, но наши дети на сегодняшний момент травмированы всей той ситуацией, которая происходит. И как они могут нормально учиться, когда рядом идет война? поверьте, на переменах и на уроках они говорят именно об этом. Если они об этом не говорят, то значит они об этом не думают, вы глубоко ошибаетесь. Неоднократно вам говорила, все пророчества сбудутся в хорошем варианте только тогда, когда будет установлен мир на планете Земля. Всего вам доброго, до следующей встречи. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»